очень рада вас видеть да я немножко волнуюсь у меня вопрос по поводу своей дочки и два с половиной года ну и красота чего волнуетесь и уверен что она отличная на свете дочка двух половиной лет да именно так у нее сейчас много перемен жизни потому что три месяца назад у нее родился братик она начала садик и я так чувствую что она вошла уже в этот кризис трех лет и у меня такой вопрос как нам с его папой подвигнуть ее к тому чтобы она чуть-чуть больше нас слушалась пример это vision impossible но тем не менее примеры она допустим прыгать на диване где лежит на густе график и я сижу с ним я прошу не прыгать не прыгать она продолжает прыгать я не успеваю уйти она ударяет братика я расстраиваюсь расстраивается и так далее другое интересно тоже с прыганием на диване я прошу не прыгать не прыгать какой-то момент я и говорю что если ты сейчас еще будешь два раза прыгнешь все будут последствия я закрываю диван и сегодня на сегодня мы на диване не прыгаем то есть целом на можно прыгать но вот в конкретных случаях нельзя и она продолжает прыгать смотрит мне прям в глаза при этом и ждет когда же наступят вот эти последствия они наступают вау классика хрестоматия как круто но последствия приходят я ее снимаю я говорю все диван закрыт мы сегодня больше не прыгаем и окей окей и потом через какое-то время она естественно про это забывает опять начинает прыгать я ее снимаю и третий пример допустим там она брызгается в ванне почему третий это это второй будет а второй какой да один про диван так да второй там допустим она брызгается в ванне мы набрали в ванну она купается начинает ногами брызгать как в бассейне мы с тобой говорим не надо так потому что все проливается на пол она продолжает продолжает мы говорим тогда нам придется слить ванну потому что у нас сейчас там дырка в кафеле и короче нельзя что туда сейчас вода наливалась и вот в такие моменты когда она вот сопротивляется и все равно продолжает делать ничего не выходит кроме как громко сказать софия повысить голос и тогда она такая окей ладно я не буду больше делать да и вот я не понимаю мне продолжать ну как бы не хочется продолжать вот эту эпопею с повышением голоса и только на это она реагирует и она перестает делать то что она делала или это как-то по-другому или просто у меня и мы об этом кстати обсуждали с мужем нет не всегда но мы не всегда не отвечаем мы всегда стараемся делать в первый раз если что-то просит ну да ну так чё ж вы от меня хотите явно вы все понимаете сами ну вот вот это вот у нас получается мы замкнулись на том что она перестает это сделать только когда мы повышаем голос ну потому что она привыкла к этому уже ну давайте проект порассуждаем вместе ну да давайте значит смотрите ну кто ее подсадил ха 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 ну привет я совершенно не хочу вас сейчас раскачивать какой-то комплекс вины повода нет для комплекса вины спокойно не 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 честное слово нет повода потому что это ловушечка в которую вообще мы все попадаем большинство родителей попадает ну потому что все понятно особенно если маленькие дома хочется уже все закончить уже и пойти дальше спокойно да ну я все понимаю спокойно но тут действительно почему это ловушка вы уже поняли почему это ловушка почему она прыгает на диване и смотрит вам в глаза она чего ждет вот она ждет этой реакции зачем ей эта реакция ну она хочет вот эту эмоцию получить она вот ну браво отличники у нас сегодня в студии отличники да она хочет получить эту эмоцию теперь как сделать так чтобы она перестала смотреть вам в глаза и ждать эту эмоцию ну ка ну давать какую-то другую положительную эмоцию более яркую или вообще увидеть от эмоций вау вау сейчас мы поговорим как спокойно мы поговорим как то же самое происходит и с повышением голоса то есть в этот момент у нас есть какая-то традиция на всеми это традиция ничего не поделать у нас установившаяся традиция я значит луплю ногами в ванной полной воды все разбрызгивается мама сказала раз мама сказала два окей традиция соблюдена наша двух с половиной летняя девочка хранительница семейных традиций на самом деле теперь как изменить традицию это сейчас будет по мотивам разговора с викторией если вы услышали до этого как изменить традицию что-то предложить другое ввести другую абсолютно точно ну что будем делать такая традиция купания у нас будет давайте с купания начнем давайте конкретно ввести другую традицию ну мы подплескаемся в этой ванне кроме кроме ну уже мы плескаться мы же не очень хотим насколько я понимаю хотим что-то другое ну не купаться ну прямо ну как можно купаться ну давайте придумайте какую-нибудь традицию купания клевую ну просто так вы не обязаны ее использовать это сейчас у нас тренинг просто с вами ну просто как-то вовлекаться и вместе с ней там играть с этими ее игрушками в ванной конкретно только только конкретно только конкретно да конкретно конкретно играть то есть традиция это что-то конкретное вот например я бью ногами а мама повышает голос это конкретная традиция да просто играть с игрушками это абстрактно нам нужна какая-то конкретная утка у нас мы утку пускаем справа налево слева направо туда-сюда пятая десятая мама поет прекрасным своим голосом нам чудесную песню каждый раз когда мы купаемся когда мы купаемся мы включаем душ или не включаем душ у нас есть специальный полиэтиленовый пакет который мы наполняем и плюхаем его обратно в воду я понятия не имею что это такое абсолютно точно абсолютно точно это связано с эмоциями вы вы сами про это говорите я могу только кивнуть и сказать да но только подтвердить это я могу теперь смотрите как эмоции снять ну давайте на примере дивана поговорим на примере дивана мне кажется что ничего не поделаешь надо залезать к ней на диван разговаривать с ней на ушко прям на ушко говорить то что вы хотите ей сказать прямо может иногда чуть-чуть двигаясь вместе с ней в ритме да вот это самое котик я тебя очень и очень прошу мне сейчас очень и очень важно чтобы мы там я не знаю сделали что-то да а потом я не знаю мы попрыгаем или сделаем что-то еще почему это важно делать именно так я расскажу он так она малюсенькая у вас да кризис трех лет где он кризис трех лет ей два с половиной ну может она к нему подходит может быть такое да но она еще не там то есть если мы ожидаем того что она в два с половиной года въедет в этот принцип если я прыгаю на диване я мешаю своему братику если я мешаю своему братику это привлечет забыть какие-то последствия там и так далее и так далее невозможный проект невозможный поэтому можем только ну как это как говорил профессор преображенский только лаской то есть в принципе во всех этих ну во всех разных случаях когда она не слышит просто как бы подходить к ней она слышит она слышит на самом деле но ее как всех нас ее заносит ее даже чуть побольше чем всех нас заносит потому что возраст позволяет ей заноситься больше чем нам да и в этом смысле нужно лишить ее этой эмоции отрицательной нужно лишить нужно разрушить эту связь вот ее прямо нужно взять и разрушить понимаете но сейчас она существует точно в обоих ваших примерах ну вы прямо продемонстрировали это можно потрогать существует отлично мы ее нарушим мы ее разрушим как мы ее разрушим ну разрушим ее на вот я привел пример она прыгает на диване подошла мама чудесная или папа да обняли ее и сказали не ограничивая особо ее движение во всяком случае поначалу котик дорогой мой я очень-очень тебя сейчас прошу послушать это там ей два с половиной года в этом должна быть игра в этом должна быть приязнь в этом должны быть кайфы такие и для вас и я вот я снимаю я это говорю я же предвижу что она скажет нет ни ну а вы напрасно сомневаетесь вы напрасно сомневаетесь потому что я не знаю масштан с первого раза и не слезет, но таких случаев-то у вас миллион, но таких случаев-то у вас полно, у вас точно такие случаи про игрушки, про еду, про прогулки, про одежду, про много-много-много чего. Да я абсолютно в этом уверен, да? Как будто я живу с вами-то, да? Окей, нужно во всех этих случаях поменять модель. Поменять, поменять модель нашего отношения, нашего обращения. Теперь я готов поспорить... Готов я поспорить или нет, я думаю, сейчас. Ну ладно, скажу для красного словца, что я готов поспорить, что часть этих случаев заносит не ее, а вас. Что вы просто так говорите, я не знаю, перестань прыгать, например, или что-нибудь подобное. Да, я иногда задаю все вопросы, а почему нет? Вот. Ну так это, ну отлично, это такая обалденная рефлексия, потому что ведь она, несмотря на то, что я сказал, что она еще не в три года, ей не три еще, и она не может проследить полностью цепочку, но все равно она рано или поздно начнет себе задавать вопросы, или уже начала внутренне, а почему нет-то? Что ты ко мне пристал-то, мам? Что такого-то? Я ребенок, имею право. Да, почему нет? И это тоже важный, преважный момент, это второй пункт. Третий пункт. Слушайте, она модель работает за две стороны, мы с вами про это уже немножко поговорили. И в этом смысле, когда она обращается к вам с какой-то просьбой, она должна получать ответ, ничего нельзя поделать. У меня есть и четвертый пункт. Я хотел бы возложить большую часть ответственности за происходящее на папу. Почему? Почему? Я первый спросил, я успел спросить первым. Потому что папа меньше эмоционирует, но тут я бы вопрос. Нет, потому что у мамы есть маленький ребеночек на самом деле, и у нее есть еще чем заняться помимо этого, ее иногда заносят. И имеет право заноситься мама. Да, а в этом смысле, в этом смысле просто мне кажется, я не знаю, я понятия не имею, обустроена ваша семья. Ну, просто так часто бывает. Ну, что мне вам рассказывать? Да, вы мать-младенца, младенца. И как мать-младенца вы понимаете, что, ну, бывает же такое, что вы и зашорена, и так далее. И просто этой замечательной девочке двух с половиной лет при всем понимании момента хочется сказать, ну, остановись уже. Я понимаю. Честное слово. У папы в этот момент ресурсика должно быть чуть побольше на эту историю. Ну, все. Хорошо. А вообще я должен вам сказать, вообще я должен вам сказать, Надя, дорогая, это и называется материнство. Тоже вы так не загоняйтесь. Это оно и есть. Так что, материнство, это что? Да, это оно и есть. Да, здесь мы поговорили, здесь мы сказали лишний раз, здесь мы голос повысили, здесь мы обвиняем себя за то, что мы повысили голос и думаем теперь, как из этого голоса выйти. Окей. Да, но главный ключ, главный ключ это человеческие отношения на ее возраст. Короче говоря, максимально безэмоциональные в эти моменты человеческие отношения. Любить нельзя воспитывать. Любить.